Здарова, дорогие подписчики, гости, зрители канала или просто люди, которые случайно попали на данный ролик. Ребята, сегодня будет обучающий ролик, как же лучше выбрать тачку для новичка, самая лучшая тачка для новичка, и как же её получить абсолютно бесплатно. Реально, вам не потребуется даже работать на работах, зарабатывая свой первый капитал. Но об этом чуть позже, прямо сейчас, если вы ещё не играете на онлайн ролеплей, переходите играть по ссылочке в описании. Играем мы на сервере Гавайи, я, конечно же, приглашаю играть вместе со мной. И, конечно же, ребята, не забывайте вводить мой промокодик, а именно прямо сейчас это очень важно, хэштег промо. И вот сюда вы должны вписать промокод, а именно, ребята, вот такой вот Димк, благодаря которому ты получаешь, я его уже активировал, но ты получаешь 120 тысяч игровой валюты. На Гавайях ты получаешь Ламборгини Уракан, абсолютно бесплатно, да, но она будет, конечно же, на ограниченное количество времени, но всё равно ты получаешь Уракан. А также на другом сервере ты получаешь Гелик. 20 тысяч, ребята, Уракан Гелик, это вообще, на самом деле, очень солидно. Но ведь это не то, что я хотел вам рассказать. Да, возможно, вы подумаете, что на этом можно заканчивать ролик. Это не так, ребята, прямо сегодня вместе с вами. Мы, конечно же, ребята, посмотрим на лучшие тачки для новичка. И, конечно же, я дам вам деньги на покупку этих тачек. Мы максимально, максимально постараемся сэкономить деньги, купить самую лучшую тачку и, конечно же, оставшиеся деньги потратить на тот же дом, допустим, или ещё куда-то. Ребят, не забудьте поучаствовать в моём конкурсе на 3000 доната. Любой сервер участвует. Вы должны поставить лайк, подписаться на канал, написать как можно больше комментариев со словами «участвую». В таком случае вы выиграете, как и этот парнишка. У него было 15 комментариев. На самом деле, ребята, заработать деньги можно, как я уже говорил, выполняя работу на обычных, там, работах для новичка. Для этого вы можете переходить по GPS. GPS, получается, работы. И вот у нас, получается, работа грузчика. И все вот эти работы, они, в принципе, для новичка как раз-таки подходят. Либо же, ребята, выполнять, кстати говоря, квесты DQ. Вот такие вот квесты вы должны ежедневные выполнять. Они будут обновляться каждые сутки. При этом вы получаете, как минимум, вот, допустим, найдите, откопайте клад. Это 25 тысяч и сразу же 2 XP-шечки. А, кстати говоря, XP-шечку вам нужно будет прокачивать. Если мы откроем хэштег MM статистика персонажа, у меня пятый уровень. А вам для того, чтобы получить 120 тысяч игрой валюты, потребуется третий уровень. Вы либо просто работаете на работах. Можно, да, работать просто на работах. Либо же просто вводите некоторые промо, которые сразу дают вам деньги. Мы, конечно же, тоже их сегодня затронем. Или же просто проходите квесты. Ну, или же просто заходите в, как раз-таки, Payday за 20 минут до его окончания. Находитесь в игре и получаете свою XP-шечку. XP-шечка очень важна. XP-шечка как раз-таки прокачивает вашего персонажа. И, конечно же, опыт добавляет вам уровень. Ну, а также, ребята, я уже говорил о том, что есть промики. Хэштег промо. И вот этот промо вот сюда вы должны будете вписать СЭП-23. Да, ребята, данный промо даст вам 80 тысяч игровой валюты. Ну, там 77 тысяч 777. Это все для того, чтобы, ребята, заработать свои халявные деньги. Они очень нам потребуются для, допустим, той же тачки. Итого, с двух промо мы, в принципе, вместе с вами получаем уже порядка 200 тысяч. И давайте-ка добьем третьем промо, который также работает. Возможно, кстати, он скоро закончит свое время действия. С СЭП-23 я их уже все вводил, поэтому, к сожалению, они не сработают у меня. Но благодаря данным промо вы получаете примерно 250 тысяч на свой баланс. 250 тысяч абсолютно бесплатно. И теперь уж давайте-ка поедем в автосалон и посмотрим на тачки, какие нам предлагает сам онлайн РП. И какие же тачки будут самыми лучшими для новичка, чтобы вы максимально выгодно ее купили на первых своих уровнях. А остальное потратили на тот же дом. Забегаем к автосалону. Автосалон есть в каждом городе. У нас Сан-Фьерро, он есть здесь. Есть, конечно же, тачки разделения на реальные машины. Прямо из реальной жизни. Форд Сьерро. Но стоимость 320 тысяч. Куда? 560-80-ка. 900, а шестая стоит и пятерка тоже 900. И уже тройка прям Е30 легендарная стоит Лен-300. Но думаю, вы понимаете, что данные тачки позволить вы на начальном этапе ну просто себе никак уж не сможете. Вы забегаете в классические тачки. И, ребята, смотрим сразу. У нас есть разные категории. Есть категории джипы. Но джипы стоят тоже очень дорого. Это, конечно, крутые машины для того, чтобы, допустим, охотиться или жаробачить, собирать все это наше добро в тачки, потому что они максимально вместительные. Но покупать за 169 тысяч я вообще не вижу никакого смысла. Вы просто потратите все свои халявные деньги, которые вам отданы по промокоду. Ребята, есть, конечно же, очень выгодные. Это купешные тачки, но о них мы поговорим чуть позже. Мы заходим в седаны, потому что большинство из вас, скорее всего, будут использовать тачку для игры с несколькими игроками. И, соответственно, вам нужны будут вместительные машины. Четырех, получается, дверные. И, ребята, в принципе, вот здесь я могу сразу вам сказать то, что есть прям хорошие машины. Во-первых, это, конечно же, премьер. У него стоимость автомобиля 130 тысяч. Да, это, казалось бы, дороговато, но скорость у него 200 километров в час. Разгон до сотки 4.69. Конечно же, ребята, есть следующая тачка Адмирал, но по скорости она прям очень сильно проигрывает. Но и по разгону, конечно же, она немножечко выигрывает. Но, по сути, я считаю, что премьер со своей скоростью в 200 очень классная тачка для новичка. Есть, конечно же, тачки похуже и подешевле, но как раз-таки тут уже выбираем сами для себя. Если вы хотите перевалить порог там за 100 тысяч, то, естественно, лучше же выбрать, конечно же, премьер. Если же, допустим, вам без разницы на скорость, но вам прям нужно, конечно же, конкретно сэкономить бабки, то для этого, ребята, я предлагаю сейчас открыть вот такие тачки, как, допустим, вот смотрите, Океанник есть тачка, Глендейл есть тачка, и есть, получается, тачка Гринвуд. А это все одинаковые машины, но лучшая из них, это, конечно же, вот, ребята, Глендейл, потому что у него разгон до сотки за 4.40 секунды, при этом 25.500 она стоит, 25.500, вы представляете? Если мы прямо сейчас нажмем тест-драйв, ребята, увидите то, что, в принципе, тачка-таки неплохая, ну вот реально, она четырехместная, она выглядит по-своему тоже привлекательно, прикольно, да, как будто она, я не знаю, там из галактики какой-то к нам прилетела, реально вот такая вот прикольненькая машинка. И мы, конечно же, можем на ней покататься, протестировать, она более-менее управляемая. Ребята, я когда начинал, я начинал как раз-таки на вот этой машине, когда у меня реально не было денег, вот серьезно вам скажу, я реально начинал на этой тачке и, конечно же, потом со временем я где-то вдонатил, где-то заработал и купил уже себе более классные машины, на которых я катаюсь на данное время. Да, давайте-ка мы выйдем отсюда. В общем-то, ребята, вы запомнили, если хорошая прям четырехместная тачка, это лучше всего Глендейл. По скорости ускорения она выигрывает, да по и цене 25.500, это вообще подарок. Если же тачка подороже, то я думаю, что вы поняли, что нужно покупать премьер. В принципе, она реально адекватна и лучшая, чем вот эти все тачки, которые имеются. Идем далее, ребята. Я сказал то, что есть более выгодные машины. Это машины, конечно же, купе-класса. Если мы заоткроем купе-класс, то мы увидим то, что у нас есть машина. Сейчас я, ребята, вам покажу. Вот она, за 13.500, 13.500. У нее скорость та же, как и у Глендейла, но при этом у нее разгон, конечно же, похуже, но 13.500. Вы понимаете, за 13.500 это вообще очень-таки солидно и очень-таки дешево. Остальные машины, конечно, будут стоить порядок дороже. Но вот еще, кстати, Стеллион тоже неплохой. Он стоит 27.400, но, в принципе, Глендейл по своему вместительности, по своей, получается, характеристике и базе выигрывает. То есть туда можно сесть четвером, сюда только вдвоем. По сути, все то же самое. Да и по стоимости у Глендейла она пониже скорость, конечно же. Ну и, в принципе, ребята, я думаю, что остальные тачки у нас тоже. Тут вот, допустим, Гермес, но Гермес как бы... Ну, блин, по-своему тоже прикольная машина, однако. Но я говорю вам, есть, конечно же, вот тачка за 17.000. Вообще, клавр есть. Нифига себе. Если так поискать, то реально можно выбрать под свой вкус и цвет. Но, на самом деле, как я уже сказал, ребята, самая лучшая тачка из купешных, это вот, ребята, Манана. Вот такая вот машинка. По скорости, в принципе, она такая же, по ускорению, конечно, подольше она разгоняется. Но стоимость 13.500 это очень дешево, ребята. Максимально дешевая машина, которую можно найти, получается, на онлайн ролеплей. В общем, ребята, мы разобрали сегодня тему о лучших тачках для новичка. Я вам подсказал, как же заработать халявные деньги, не работая на работах. Вам потребуется всего лишь вести несколько промо и просто, ребята, достичь третьего игрового уровня. В таком случае, буквально за сутки вы, в принципе, способны это все сделать и быстренько, максимально быстренько приобрести себе тачку для новичка. Ну и вы спросите меня, куда же деть оставшиеся деньги? Потому что мы, в принципе, заработали порядка 250 тысяч, потратили из них где-то 20 тысяч. То есть у нас еще есть 230 тысяч. И, по сути, я вам могу подсказать то, что вы можете приобрести себе реально особняк в доме с обустроенным гаражом. Ребят, да, стоимость у него, конечно, 350 тысяч, но, по сути, если вы чуть-чуть прям подзаработаете, вы можете купить вот такой прикольный особняк прям на берегу океана. Это очень крутое место. Ну и, в принципе, вы видите тоже сами тут очень много людей проживает и они реально прям, ну, никто не жалуется на данные особняки. Есть, конечно же, дома похуже. Дома похуже находятся, ребята, у нас, вот, допустим, даже вот я могу подсказать вот в этих вот районах. Тут вообще дома очень дешево стоят, вот именно в третьем городе. Либо же вообще у нас, получается, в Лос-Антосе тоже там, а где гетто, вы тоже можете себе подобрать более адекватный дом. Или же просто арендовать квартирку и таким образом у вас останется еще куча денег на покупку того же скина, который здесь стоит порядка 10 тысяч. Ну и, в принципе, развиваться уже по своему направлению и по своим желаниям. Значит, ребят, на этом я хочу закончить. Спасибо огромное за просмотр, не забывайте ставить лайки. Ну и, конечно же, участвуйте в конкурсе на 3000 донатов. Всем удачки и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok